Всем привет! Где-то в начале 90-х годов я оказался в Америке и еду со своим другом Сашей Цалихиным в его машине. Саша Цалихин ныне глава компании Trail Records, рекорд компании Trail Records, который выпускает много очень хорошей музыки и на компакт-дисках и на виниле. В том числе, в основном эта музыка то, что называется психоделическая, но есть разное. Много всего, Trail Records, имейте ввиду. Так вот, едем мы на машине, в машине, и играет какая-то музыка очень интересная, такая протяжная, мелодичная и космическая. Я спрошу, а что это такое? Саша говорит, это Procupine 3 группа. Абсолютно незнаком я был в начале 90-х с этой музыкой, с этой группой, со Стивеном Уилсоном. Так же, как и многие в нашей стране, потому что группа Procupine 3, ее пластинки, ее компакт-диски, ее записи дошли со значительным опозданием до нашей страны. Но это не страшно, главное, что дошли. И, в общем, я на какой-то период времени погрузился полностью в эту музыку Procupine 3. Все пластинки у меня были в виде компакт-дисков еще на тот момент времени. Все я их переслушал. Но поразила меня больше всего вот эта штука. Stupid Dream, 1999 год уже. На тот момент времени это уже не первый, не второй, не третий, не пятый даже альбом Стивена Уилсона и Procupine 3. Но она очень сильно отличается от всего того, что было до нее. До нее был такой, ну, что я рассказываю, все вы, наверное, Procupine 3 так или иначе слушали, слышали и знаете, что был такой космический, иногда очень бесформенный, даже роком не назвать, а музыка, да, такая бесформенная, космическая музыка, иногда переходящая в песни. Песни конкретные, мелодичные, но тоже, в общем, имеющие определенные заходы в бесформенность и в космос. Там, не буду даже называть, там, Russian Nice и Radio Active Toy, вот эти вот конкретные песни, да, и это не только, их не две, их гораздо больше, их много, но в основном это был такой space rock, мелодичный, не такой жесткий, как Hawkwind, не такой яростный, а вот Стивен Уилсон, как мне сказал Саша, при первом знакомстве с этой музыкой, очень не любит, когда его сравнивают с Pink Floyd, когда Procupine 3 сравнивают с Pink Floyd. Он просто бесится и говорит, что ничего вообще общего у меня нет. Ничего общего нет, но просто мозг же примитивен у меломана. Раз такая вот музыка космическая с гитарой, ага, что-то такое на Pink Floyd похоже. И Стивен Уилсон сейчас вздрагивает от ужаса, поняв, что где-то в России кто-то опять сравнивает его с Pink Floyd. Нет, это не Pink Floyd совсем. Так вот, а эта пластинка, она, её многие очень фанаты группы Procupine 3 ругали в своё время за то, что она прямо стала какой-то поп-музыкой группа. Ничего похожего, конечно, никакой поп-музыкой она не стала. Просто здесь набор песен. Здесь очень мало таких вот бесформенных звуковых пейзажей, а здесь конкретные песни. Длинные. Первая вещь, которая называется, собственно говоря, Evenless. Она 7 минут длится. В оригинале она звучит Уилсон на 17 минут. Для альбома он её сократил до 7. Всё равно много. И это такое эпическое полотно безумной красоты. Просто с синтезаторами, с гитарой, с внятной мелодией, с многоголосьем, с оркестровкой очень мощной. Так прямо она вбивает. Некоторые критики сравнивают её с лучшими записями группы Yes. Но, во-первых, совершенно другой тембр голоса у Уилсона. Будем честны, не такой диапазон, как у Джона Андерсона. Да он здесь и не нужен, потому что мелодия написана так, чтобы Уилсон мог их спеть. Он сам её писал. Мелодию я имею в виду. И она вполне себе достаточно и широка по диапазону, и красива, и интересно, и неожиданно. И при всей вот этой вот такой Yes-овской протяжности и красоте, неожиданно и роковые рифы, тяжёлые, здесь врезаются в эту красоту Evenless. И, по сути дела, это первый альбом, после которого Уилсон начал играть музыку тяжёлую. Если брать его поздние пластинки, я имею в виду Porky Pine 3, не сольники Уилсона, то Porky Pine 3 ушли уже в сторону музыки металлической. И здесь первые такие вот вспышки этого металла присутствуют практически во всех песнях. Ну, Уилсон относится к самым знаковым продюсерам, наверное, рок-музыки нашего времени. Продюсеров очень много хороших, очень много, но Уилсон входит, я не знаю, там в десятку, наверное, самых узнаваемых, самых авторитетных и самых профессиональных и творческих, что самое главное, продюсеров. Ну, все любители так называемого прогрессивного рока знают, что Уилсон ремастирует практически всё лучшее, что было записано в 70-е и 80-е годы в жанре прогрессивного рока. И Джет Ротал, и Эберсон Лейкен Палмер, и Джентл Джайант, и много чего ещё. К нему обращаются как к большому профессионалу и знатоку этой музыки, он понимает, как и что там нужно делать. Ну, Evenless, я уже сказал, что это блестящее такое, прямо вот, не хочется говорить, но прогрессив рок. Так, чтобы было понятно, что это такое. Очень красивая штука. А вот песня Piano Lessons, следующая. Начинается первая, первая, первая часть куплета, четыре аккорда, такой классический квадрат. Не блюзовый квадрат, а гармонический квадрат, четыре аккорда. И прямо такая поп-песня, но очень хорошая поп-песня. Очень богато аранжированная, очень яркая, с шикарной фантазией в аранжировке, в инструментовке. Очень красивая и такая бодрая Piano Lessons, где Уилсон вспоминает свои школьные годы и начало обучения музыке. И как ему не нравился его педагог, в связи с чем, Уилсон решил, что наплевать на педагога, нужно идти своим путем, не останавливаться в занятиях, а развиваться и стать гораздо лучше, чем этот парень. И песня получилась на радость нам хорошей, красивой. Начинается, понятно, с фортепиана, с этих четырех аккордов фортепианных, но потом развивается, про четыре аккорда мы уже забываем, и начинается наш любимый привычный прокупайн три с богатством аранжировок, фантазии, звуков и всего, из чего состоит так называемый прогрессивный рок. Это я без иронии совершенно говорю. Stupid Dream, заглавное полотно, очень коротенький инструментальчик, очень красивый, такой привет от старого прокупайн три. И песня, название которой состоит из двух слов, но я скажу только первое, Pure. Если вам интересно, вы найдете полный список песен на этом альбоме, и узнаете, как называется эта песня, потому что второе слово я произносить не буду. Дело в том, что наша сумасшедшая мировая уже политкорректность дошла до того, что когда я в интернете набрал название этой песни, мой компьютер сразу выдал мне вот такое предупреждение, что на моем компьютере замечена какая-то нехорошая активность. Предупредил меня глобальный компьютерный начальник. То есть, с ума сошли вы абсолютно все со своей долбанной политкорректностью, идите вы с нами, знаете, куда, чтобы так противно с вами общаться. Это я имею в виду не зрители, а я имею в виду тех идиотов, которые пропагандируют вот эту самую политкорректность, из-за которой мне не произнести даже название песни группы прокупайн три. А песня совершенно замечательная. Она акустическая, но она с полным набором инструментов и электричества и всего, но основана на акустической гитаре, точнее сказать, гитарах. Там много очень звуков, красивая мелодия, завораживающая. И просто роскошный такой полуакустический электронный, электрический, внятный, качающий номер. Очень хороший, с прекрасным текстом, который я с помощью компьютера все-таки перевел, несмотря на то, что там подозрительная активность на взгляд политкорректных идиотов была проявлена. Это песня номер четыре, если кому интересно. Первое слово пью. Чистый. Дальше идет Слейф Коуд Шайвер. Пошел уже тяжелый рок. Уже тяжелый рок, яростный, такой жесткий, но очень мелодичный, очень прогрессивный. И совершенно просто воплощенная красота – это Don't Hate Me. Как всегда, медленная песня, которая начинается с фанкового басового риффа, со странным размером на ударных. И такой, казалось бы, фанк. И этот фанк продолжается. Эта основа, она идет всю песню, а сверху плавные синтезаторы, плавная гитара и медленная мелодия. И так это здорово слушается все вместе, все в целом. Потом врубается все-таки тяжелая гитара. Отличное соло Стивена Уилсона на гитаре. Он очень хороший гитарист, помимо всего. Помимо того, что он продюсер, композитор, певец. Он очень хороший гитарист, как акустический, так и электрический. Соло на флейте, соло на саксофоне и улет в космос, как всегда. Роскошная совершенно вещь. Don't hate me. This is no rehearsal. Следующая вещь. Еще более тяжелая. Начинается простенько с гитарки. И потом врубается просто хэви-метал. Но дай бог всем хэви-металлическим группам играть так красиво, как играет здесь Уилсон и его друзья. Baby Dream and Cellophon. Легкое произведение Stranger by the Minute. Как говорит, легкое. Здесь сложно говорить легкое. Потому что вот эта легкость и прозрачность группы, она везде настолько плотная. Вот это мастерство продюсера. Так аранжировать, так записывать, что песни, сыгранные на акустической гитаре, с флейтой, с клавишными. Вот я сейчас начну переселять инструменты, и вы скажете, а, конечно, нелегкое. Но звучит все в отдельности очень легко, а все вместе просто вот так вот прижимает к спинке дивана. И хочется, чтобы прижимало еще сильнее. Вот что я могу сказать про все эти песни. Smart Kit. Так. И Tinta Brass. Вот предпоследний номер. Грандиозный инструментал. Грандиозный разгул того самого, что называется, прогрессива. В разных стилях сыграны части этого произведения. И джазовые кусочки, и авангард, и рок, тяжелый рок, и синтезаторные кваки всякие, которые выдает здесь Ричард Барбиери, известный нам по группе Japan. Замечательный. Вообще Барбиери очень интересный, конечно, музыкант, продюсер, автор. У него очень хорошие сольные альбомы. Но не говоря уже о том, что он наиграл в группе Japan. Прелесть просто, а не музыкант. И заканчивается это все полотно Stop Swimming песни. Единственная песня, которая мне почему-то не понравилась здесь. Хотя весь этот альбом, в ту пору, когда он был у меня на компакт-диске, я его ставил в плеер, надевал наушники, и по центру города рассекал под эту музыку и Even Less, и Piano Lessons. Все это в ушах у меня звучало беспрерывно. Некоторые песни я ставил на репит. Там, например, Piano Lessons я мог слушать 4 раза подряд, просто на репите. Потом отключал репит, дальше слушал весь альбом. Это было очень здорово. В общем, это этапная пластинка Porcupine 3. До нее сплошной спейс-рок, улетающий в космос. А после нее пошли уже песни. Но это я так условно говорю. Тяжелые песни. При этом все тяжелее и тяжелее с каждым альбомом. Там уже и Frip подключился, и Adrian Bilyeu, и кого там только не было в Porcupine 3. Ну и Уилсон занялся уже обработкой наследия прогрессивного рока, того, которое было сыграно до него. Плюс сольные альбомы еще в большом количестве выпускал и выпускает. Плюс еще несколько проектов. В общем, человек очень заслуженный. Ну, про Алисон отдельно мы будем разговаривать. А вот эту пластинку я очень всем советую. Если не иметь, то хотя бы слушать. Это действительно один из шедевров современного, сложного, будем говорить так, сложного рока. Безусловно. Porcupine 3. 1999 год. Хорошая пластинка. Stupid Dream. Идиотская мечта о популярности музыканта, к которой не очень умные музыканты стремятся. И оборачивается эта мечта совсем не тем, что казалось раньше. Выпью за Stupid Dream. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok